Сотрудники МЧС вместе с представителями администрации Сургутского района провели очередной рейд, в ходе которого провели проверку соблюдения жильцами частных домовладений правил пожарной безопасности. Подробности в нашем материале. В этом году в Сургутском районе уже наблюдается снижение числа пожаров. С начала сезона произошло 79 возгораний. Есть двое погибших и пятеро человек получили травмы. И это на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Жертв могло быть и больше. В Сургутском районе считают это результат работы контрольно-патрульных групп. Они не только выявляют нарушителей, но и предотвращают возможные трагедии. При этом наблюдается рост травмированных людей на пожар на 20%. Основными объектами пожаров являются дачные дома и бани. Основными причинами возникновения пожаров это нарушение правил устройства, эксплуатация печного и электрооборудования. С начала пожароопасного сезона на территории Сургутского района начала работа патрульно-контрольная группа. В состав ее входят сотрудники отдела, а также работники управления ГОЧС, администрации Сургутского района. Проверяющие весь сезон общаются с владельцами жилых домов и разъясняют им элементарные правила пожарной безопасности. Повторять приходится одни и те же элементарные истины. Но это как раз тот случай, когда повторение мать учения и может быть минус один пожар. При сжигании мусора производится в специальной металлической емкости. Расстояние до ближайшего строения должно составлять не менее 25 метров. При этом вокруг данной емкости на расстоянии двух метров должна быть очищена от любых горючих материалов. При приготовлении пищи производится в специальных емкостях, мангалах. При этом расстояние до ближайшего объекта должно составлять не менее 5 метров. И в радиусе двух метров должна быть очищена от всех горючих материалов. В Югре противопожарный режим введен с 22 апреля. С этого времени у патрульных групп началась горячая пора. Что называется, ни сна, ни отдыха. Мало просто объехать дачные кооперативы. С людьми нужно побеседовать, разъяснять, убеждать. Ведется работа с председателями дачных кооперативов, чтобы они тоже обращали внимание на противопожарную безопасность. И также ввели работу по возможности с гражданами. Чтобы, так сказать, были на чеку. Это такая ежегодная работа, которая проводится управлением. Потому что пожары все равно имеют место быть. Как показывает статистика, люди наступают на одни и те же грабли. С начала пожароопасного сезона возбуждено уже 11 дел об административных правонарушениях. Если ранее за нарушение требований пожарной безопасности санкция предусматривала на граждан от 2 до 3 тысяч рублей, то с 8 июня штрафы повышаются до 5-15 тысяч рублей. При этом, если произойдет пожар и виновник будет установлен, то если ранее на граждан санкция предусматривала от 4 до 5 тысяч рублей, то в настоящее время штрафы повышаются от 40 до 50 тысяч рублей. Банальная безответственность людей – причина большинства пожаров, которые случаются в Сургутском районе. Вот и стараются максимально исключить тот самый пресловутый человеческий фактор. На 30 мая прошлого года зарегистрированные пожары в жилых домах 9 было, а на сегодня, а этого года уже 11. Разница небольшая, но тем не менее тенденции к росту. Несмотря на то, что общие цифры, как было озвучено, снижение пожаров к прошлому году. А по баням еще интереснее, то есть 25 и 11. В этом году уже 25 было сфиксировано пожаров в банях на территории домовладений, на дачных участках. Опасность возникновения пожаров сохраняется весь сезон, так что в ГО и ЧС сейчас просят не пренебрегать правилами безопасности и быть внимательным до конца лета.